А спонсор этого выпуска канал посвященный дота тематике Headway Games. Там вы можете найти видео со свежими багами доты, советы по обузу вещей и доминации на карте. И все это по ссылке в описании. Заходи, смотри и подписывайся. Всем привет мои дорогие друзья, с вами Макс и сегодня я решил порадовать вас очередным топом связанным с дотой. На этот раз он получился лайтовым и никоим образом не будет затрагивать механику или какие-то важные аспекты игры. На почве которых можно развести целый бугурт из споров и прочей напряжной смуты. Сегодня я вам поведаю о сугубо личных интересах и вкусах, которые судя по количеству просьб и лайков являются для вас как минимум любопытными. В этом топе речь пойдет о самом эстетически прекрасном, что есть в доте. Конечно же о женских персонажах, а точнее о пяти самых, на мой взгляд, привлекательных женских персонажах. Это повторюсь сугубо личный топ, но мне бы все-таки очень сильно хотелось узнать список пяти ваших фавориток в комментариях под этим роликом. Так что оставляйте свои топы в комментах или голосуйте лайками за те, которые совпадают с вашими. Так мы поймем, кто из женских персонажей дотой удостоится народного выбора. Итак, не смею вас больше отвлекать, сможете расслабиться, откинуться в кресле, ну а я тем временем начинаю. Вот серьезно, ребят, о тройке лучших вообще практически не задумывался, а вот выбрать кого-то на пятое место оказалось задачей не из легких. Но путем долгих душевных терзаний я все-таки решил поставить на пятое место луну. Уже давно как-то неровно дышу к девушкам-наездницам... Что, блядь? Господи, до меня только что дошло, что этот ролик будет просто пропитан двусмысленностью. Я, конечно, постараюсь впредь выбирать слова, но и вы уж сильно свою фантазию не разгоняйте. Так, в общем, Луна. Почему она? Да блин, потому что она на лицо секси, фигуры найс и маунт у нее милаха. И если вы думаете, что все женские персонажи в доте, даже если они не секси до лицо, имеют прекрасную фигуру, то скажите это вот ей или... ей. Или вообще вот этой драконике, она точно оценит. Да, и как я сказал, на пятое место было куча претенденток. Я ЦМку думал сначала поставить, но она по мне какая-то... Да и озвучка у Луны мне нравится куда больше, чем у ЦМки. Просто послушайте это. Так что, по-моему, очень даже заслуженное пятое место. Идем дальше. Знаете, ребят, когда я делал этот ролик, меня очень сильно возмутил один факт, что в доте нет ни одной азиатки. Даже нигера добавили, а азиатки нет. Это попахивает дискриминацией какой-то на самом-то деле. Хоть бери и петицию собирай. А, так это я к чему? Вот если бы в доте была хотя бы одна азиатка, я бы автоматом ее поставил на первое место, поскольку, ну, не бывает в играх некрасивых азиаток. Но, коль мир гейба жесток и несправедлив, на четвертое место я поставил прекрасную бабу мужика под названием Легион Командер. Это, конечно, немного странный выбор, поскольку ее не очень далекое прошлое постоянно напоминает мне, что еще совсем недавно она была мужиком на коне. Причем мужиком, я вам скажу, таким себе. Но я все-таки надеюсь, что операции по смене пола в мире доты происходят немного иначе, чем в реальной жизни. И то, что мы имеем сейчас, это такой игровой аналог Ронды Роузи. И лицо любому мужику сломать может, и выглядит недурно. Озвучка тоже, кстати, на уровне... Я таких, как ты, уже валила! Ну, по крайней мере, английская, потому что я не хочу знать о значениях ее брутальных фраз. Пусть моим знаниям инглиша для меня они будут переводиться примерно так. Какой же ты красивый, давай управляй мной. Ну, чего же ты ждешь, малыш? Ну, а теперь идем дальше. А тройку лучших открывает не совсем человеческий персонаж. Но даже этот факт не мешает ей быть привлекательной. Итак, встречайте, настоящая Садамаза Баба, повелительница жестких ролевых игр и суккубчиха по совместительству Акаша. Ну, или как ее называют во второй доте, Queen of Pain. Скажу сразу, что вот старая моделька лица Квапы мне нравилась куда больше. Сейчас ей сделали какие-то непонятные красные глаза, которые выглядят, конечно, хуже. У меня на самом деле есть предположение, для чего это было сделано, но это всего лишь предположение. Вот смотрите, в мире куча религиозных фанатиков. Повторюсь, именно фанатиков. И представьте такую ситуацию, что ребенок одного из таких людей случайно зашел в доту и увидел там Квапу. И, естественно, для 13-летнего неокрепшего разума такой вот вид сатанинского отродия может показаться довольно привлекательным, что, конечно же, идет вразрез со взглядами его чересчур религиозных родителей, которые, узнав, на кого фапает их сынок, могут поднять такой бугурт, который может перерасти в целое восстание против Valve и всей игровой индустрии в целом. Тут вам и оскорбление чувств верующих, и призыв к сатанизму, и развращение молодежи. Боже, что я несу? Ладно, у меня нет, на самом деле, предположения адекватного, но пусть будет так. Ну, а если серьезно, что в итоге? Стала она от этого выглядеть более устрашающе? Ну, в принципе, да. Стала она менее привлекательной? Да нет. Плюс ко всему, недавно добавили наипрекраснейшую русскую озвучку. Она и в оригинале была до ужаса фапабельной, но дубляж звучит еще круче. О, Энчантрас, как же мне нравятся твои копыта. Татьяна Шитова, что же ты делаешь с моими ушами? Я знаю, что она озвучивала множество фильмов, но у меня этот голос сразу ассоциируется с Йеннифер из игры Ведьмак. Это же, блин, просто комбо, как тут можно остаться равнодушным? И на третье место квапу можно было бы смело ставить только из-за дубляжа. Шикарно. Ну а теперь погнали дальше. Итак, ребята, а чтобы не тянуть кота за одно место и не разбавлять этот топ моими тухленькими шуточками, сразу скажу, что на втором месте этого топа расположилась прекрасная Виндранер. Или Виндрэнджер, как ее сейчас называют. Ну а если короче, то просто ВР-ка. Я не знаю, что тут вообще объяснять. Покажите мне человека, которому не нравятся рыженькие. Сомневаюсь вообще, что среди нас есть такой глупец. Да и вообще, когда кто-то упоминает доты, у меня сразу вырисовывается образ ВР-ки. Потому что она одна из трех женских персонажей, символизирующих эту игру. И, как итог, один из наиболее популярных героев для женского косплея. Плюс она сама по себе довольно обычна. Красивая девушка в зеленом обличии с луком. Что еще-то надо для счастья. Ах да, тут тоже все в порядке, не переживайте. В общем, это такой женский аналог Робин Гуда или Леголаса из «Властелина колец». Озвучка же на самом деле на среднем уровне. И если бы мне, не знающему как выглядит ВР-ка, включили ее голос, я бы подумал, что это какая-то 15-летняя школьница. Это не то чтобы плохо, просто мне нравится что-то, может быть, более серьезное. Да, и косплей, кстати, божественен. Я, когда его увидел, подумал поставить ВР-ку на первое место. Но потом все-таки осознал, что я выбираю не косплей, а оригинального персонажа. В общем, вне всяких конкуренций, заслуженное второе место. Переходим к победителю. Многие из вас наверняка уже догадались, кто стоит на первом месте этого топа. Да, я не стал оригинальничать и ставить сюда каких-нибудь экзотических персонажей типа Инчи или Наги. Все очень просто и предсказуемо. Эх, в общем, на первое место моего топа я поставил, конечно же, Пугну. Ладно, шучу, конечно. Запомните раз и навсегда, Пугна это мужик. И не стоит оскорблять его мужицких чувств. Сами знаете, что он может с вами сделать. А если серьезно, на первом месте расположилась, конечно же, Лина. Здесь все то же самое, как и с ВР-кой. Рыженькая, красивая, капусточку кушала и вообще горячая штучка в прямом смысле этого слова. Выигрывает она за счет своего характера. Немножко адекватной стервозности еще никому не вредила. Кроме этого, бал в копилку Лина закидывает озвучка. Даже несмотря на то, что озвучивала ее та же актриса, что и ВР-ку. Просто послушайте это. Да, я, кажется, догадываюсь, в какой момент в твою комнату зашла мама. Кстати, я говорил, что ВР-ка входит в тройку женских персонажей, символизирующих доту. Так вот, и Лина в эту тройку тоже входит. И является самым популярным героем для женского косплея. Даже у меня в группе есть косплей от моих подписчиц. Кстати, ссылка на группу есть в описании. Из моей, так скажем, исторической справки можно еще привести тот факт, что Лина была одним из первых героев, с которых я начинал свое знакомство с Дотой. В общем, не знаю, что тут еще можно сказать. Я думаю, вам и так все предельно ясно. Лина Торт. Итак, ну а на этом наш ролик подходит к концу. Огромное спасибо вам, что досмотрели его до конца. Обязательно ставьте Лойса, если он был для вас интересен и хотя бы на чуточку поднял ваше настроение. Кроме этого, рекомендую вам подписаться на мой канал на Ютубе, если вы здесь впервые, и также посетить мой канал на Твиче. Там я частенько стримлю с Олешкой и общаюсь с подписчиками. Все ссылки есть в описании. Удачного вам времяпрепровождения в Доте и поменьше раков в команде. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok